всем привет меня зовут виктор богуцкий я работаю в школе пас веду некоторые занятия по программированию и я хочу с вами сегодня обсудить кто такой full stack разработчик что нужно знать для того чтобы учиться и для того чтобы устроиться на работу у нас сегодня сами формат живого общения я вам расскажу свою часть потом вы будете задавать свои вопросы если вам если у вас есть камеры то включайте чтобы мы друг друга видели и лучше ощущали начнем с того что full stack full stack как специальность да вот она есть на линкдине на вакансиях пишут тоже full stack разработчик нужен full stack разработчик и так дальше но если смотреть а если рассмотреть эту специальность full stack разработчик это примерно как вот вот есть парикмахер да есть повар а full stack это повар парикмахер то есть как бы может и одно и может и другое но в чистом виде где он не встречается вот типа вот full stack который делает и там и там в основном люди специализируются либо в кулинарном деле либо в парикмахерстве но они могут делать одно и другое с full stack точно такая же ситуация редко очень редко где можно посетить такую столовую парикмахерскую и постричься и пообедать то да то вот этот микс он не всегда самый самый здоровый да то есть у вас в тарелке будут либо уши либо волосы поэтому нужно нужно понимать что это название этой специальности оно пошло оно получилось эволюционным путем а появилась на таким образом что люди переходили либо из фронтенда одна сторона одна сторона разработки либо из бэкэнда то есть не мигрировали из одного места в другое и тянули с собой предыдущие знания то есть фронтенщики которые переходили в бэкэнд они тоже считаются уже типа full stack потому что они знают две две стороны процесса и бэкэнд которые переходят во фронтенд они тоже знают как бы две стороны процесса но всегда есть то есть но в этом деле баланс всегда нарушен нарушен он в сторону сторону одной из специализаций если мы рассматриваем вообще программирование как новую сферу деятельности для вас то вообще без разницы с какой стороны начинать что фронтенд чтобы бэкэнд так как в любом случае вам примерно месяца три-четыре придется заниматься основами то есть придется учить буквы и писать слова точно как в первом классе не могли себе представить что вы сможете писать какие-то длинные осмысленные предложения правда есть люди которые после окончания школ и институтов тоже пишут не длинные и не осмысленные предложения но это частный случай в общем то все кто учились первом классе они помню что в начале учили простые буквы какие-нибудь да потом из них складывали слоги учились их писать произносить и после этого уже создавать более сложные предложения точно также в программировании ничего ничего сверхъестественного не получается вы все равно когда начинаете начинаете заниматься программированием вам нужно уловить общую общую идею а вот общую идею и в какой бы вы язык программирования не выбрали будь то джаваскрипт python java c sharp и так дальше я понимаю что для некоторых из вас эти названия они звучат очень странно но все разработчики все кто сейчас достигли каких-либо результатов они понимают что языки программирования это как разные разговорные языки если хочешь выразить свою мысль то ты можешь выразить на любом языке и просто это будут другие звуки другие другой другие интонации но мысль будет одна и та же программирование абсолютно такая же ситуация абсолютно такая же ситуация и когда вы учитесь программировать вы работаете с компьютером и если по простому сказать что 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 есть программирование программирование это когда вы такой весь умный интеллектуальный и понимающий человек объясняете самому тупому компьютеру что ему нужно сделать пошагово то есть программирование это инструкции и мы даем компьютеру инструкции типа возьми что-то пусть там переверни его по часовой стрелке потом по другой оси против часовой стрелки и так дальше то есть какие-то конкретные действия которые которые компьютер понимают то есть конкретные инструкции которые мы ему передаем на пока что мы не можем сказать взять какой-то микрофон так сказать микрофон сказать типа сделай мне программу которая будет считать почему которая будет составлять аналитику каких-то процессов которые у нас произошли в компании или сделай мне программу которая будет сделаем я программу будильник то есть и описать в микро в микрофон пока еще такого мы еще такого уровня не достигли возможно возможно когда-то да но пока пока нам нужно делать все эти действия переводить самостоятельно то есть вы как программисты будете писать такие инструкции которые из очень очень простых кусочков будут складывать будут складывать программы эти программы могут быть простыми эти программы могут быть чуть чуть сложнее но любые сложные устройства они все состоят из множества маленьких деталей которые выполняют какую-то свою функцию вот так вот так и в программировании ничего сложного чтобы чтобы вот вменяемые адекватные люди не могли осознать а есть вопросы по этой части можете включать микрофон и спрашивать хорошо вопросов нет вы можете писать вопросы в чат я буду их тоже зачитывать хорошо хорошо вернемся тогда к руслу разговора это русло темы про full stack full stack это человек как правило дисбалансирован да в сторону чего-то либо фронт-энд разработки либо бэкэнд разработки скорее всего люди тоже сейчас думают а что же такое фронт-энд разработка что такое бэкэнд разработка давайте посмотрим вот у вас есть какие-то мобильные устройства или веб-сайты когда вы заходите в своем мобильном приложении проверить погоду допустим у вас есть приложение которое вам говорит погоду и вы там нажимаете получить последнюю получить последний прогноз такой-то самый свежий прогноз то ваше приложение которое находится у вас в телефоне это фронт-энд это интерфейс это только интерфейс которыми вы взаимодействуете где-то далеко да вот где-то там находится собственно сами сами данные в которых куда он запрашивает то есть вот ваше устройство с вашего интерфейса она через интернет обращается к хранилищу данных и те люди которые занимаются интерфейсом или так называемые фронт-энд разработчики они занимаются тем что сделать делают вот это приложение которое будет вам показывать облачка солнечные лучики капельки и так дальше а сами данные они находятся в другом месте и люди которые занимаются получить обработкой этих данных и коммуникации уже с внешними устройствами потому что к одному источнику данных может обращаться множество устройств а вот мой телефон может обратиться да ваши все телефоны могут обратиться и у каждой стороны разные обязанности у стороны которая делает фронт-энд часть их обязанность сделать так чтобы вы могли нажать на кнопочку и вам показалась какая-то крутилочка и скажет вам сейчас все будет потом он через интернет обращается к источнику данных источник данных может тоже обратиться в другие в другие источники данных какие-то гидро метео центр и так дальше и потом уже упакованный и в специальном формате в удобном который ожидает вот это устройство он их отправить назад то есть вот по простому на пальцах что такое фронт-энд что такое бк фронт-энд фронт-энд часть мы видим мы это прикасаемся к нему это те интерфейсы с которыми мы взаимодействуем а бэк-энд это где-то невидимое хранилище хранилище данных и всяких процедур которая может который может нам эти данные отдавать либо получать запросы на их обработку и так дальше понимаете то есть когда вы открываете у себя на на телефоне приложение например фейсбук то оно не находится у вас здесь ребята весь фейсбук находится вас телефоне помните то есть как бы как этот диктор залез в телефон вот приложение фейсбук она да она вас здесь но данные которые которым он обращается они находятся в другом месте они находятся в другом месте и также фейсбуках в гуглах в эпплах есть люди которые занимаются интерфейсом чтобы там было все красивенько удобно понятно описано есть люди которые занимаются данными и это две разные команды команда бак-энд разработки занимается данными и обработкой запросов с других устройств а команда фронт-энд разработчики интерфейсы они занимаются тем чтобы сделать удобные красивые понятные интерфейсы в прежде всего эффективный интерфейс и тогда вот пазл складывается и вы как пользователи получаете и быстрое взаимодействие и качественные данные вот так есть вопросы по этой схеме вы можете включать микрофон говорить хорошо хорошо следующая часть какие же нужны знания даже какие же нужны знания какие же нужны компетенции для того чтобы стать программист в действительности сверх человеком быть не обязательно отличником и знатоком математики и физики тоже не обязательно знать да конечно хорошо бы чтобы у вас были такие вещи как логика упорство и так дальше и так дальше но не обязательно чтобы вы были отличником и мастером школьных олимпиад значит теперь по поводу самих самих знаний вы подключаетесь вы когда подключаетесь к процессу то мы начинаем учить сами один из языков программирования самые два самых простых языка которые можно рекомендовать это python и javascript это два самых популярных и два самых простых поначалу языка программирования и в языках программирования вам нужно уметь манипулировать данными и переводить свои желания в инструкции к компьютеру вот это все что вы делаете после этого после после языка программирования потому что язык программирования это по большому счету как научиться вот повседневно общаться это не очень сложно вы можете научиться повседневно общаться и на английском заходите можете на испанском научиться то есть определенный набор слов фраз которые переставляя которые вы можете немножко менять смысл язык программирования значительно легче значительно легче чем иностранный язык мы оперируем может быть там нескольким нескольким десяткам команд но с помощью этих команд мы можем делать очень много всего если представить себе программирование то самый ближайший пример это наверное стройка да вот есть стройка есть подъемный кран есть бригады которые передвигаются переносят и вы как руководитель этой стройки то вы даете всем очень конкретные команды очень конкретные команды фактически типа ножку вперед ножку назад и вы таким такими инструкциями можете руководить стройкой движением подъемного крана передвижением грузов где но в программировании у нас не грузы в программировании нас данные они могут приходить в разном формате нам нужно их обработать например как при поступает настройку какой-нибудь вагон кирпичей вам нужно из этого вагона кирпичей построить стену то есть мы преобразовываем один формат данных в другой формат данных и получаем необходимый результат знания да что нам нужно будет от вас обязательно от вас обязательно нужно несколько вещей первое это упорство этот самое самое первое вы можете быть сколь угодно талантливые и так дальше но без упорства вас обгонит примерно как история с зайцем и черепахой то есть зайцы это те кто талантливые у них все все есть быстро понимают но может быть не в ту сторону бегут а черепахи которые медленно воспринимают но ползут уверенно туда куда надо сегодня мне позвонил парень один из наших студентов он нашел работу как раз вот сегодня получил offer а вчера вчера одна из наших девушек но он как раз вот получил offer на на фронт-энд пока без имен потому что процесс только начался и как только будет известно я уже там больше вчера мы записали один видео отзыв с одной из наших студенток которая после школы она училась она прошла только общеобразовательную школу потом приехала с мужем в америку они оба молодые прям ну вот она после школы по пару лет на два года назад закончила школу и устроилась на первую работу официанткой работала в мексиканском ресторане я спросил типа ну как как вообще официантка она сказал это ужасно ужасно просто ну я понимаю но у меня был опыт по по приезду когда вот только там только приехали первые первые недели нужно таких денег по заработать я поработала и на стройке и на складе ребята это это и это одна из лучших мотивации оттуда оттуда уходить нет я не против того чтобы работать на стройке и на складе этим обязательно кто-то должен заниматься но если вы можете этим не заниматься заниматься тем что приносит вам больше денег больше удовольствия и остается еще время для себя для своих проектов для своих для своих мыслей и для своей личной жизни то нужно выбирать такой вариант потому что многие по приезду в америку очень сильно разочаровываются в том что нет нет этих больших просторных домов нет этих улыбчивых американцев которые спрашивают чем тебе помочь может быть тебе там миллион денег дать и так дальше поэтому многие надежды многие надежды очень сильно разрушаются я отлично понимаю наших соотечественников хотел сказать сослуживцев но это не про то соотечественников которые приезжают и устраиваются на физические работы программирование это я вам как бы с одной стороны такая мотивашечка а теперь другая сторона другая сторона а это правда а правда заключается в том потому что вот эти все интересные истории вот этот вот нашел работу я нашел работу тот нашел работу у того там 90 тысяч году то вот там 130 тысяч у кого-то 150 160 кто-то уже там 250 получает ну прекрасно да то есть это история комната как бы расскажите историю про меня да и история про вас она есть хотя бы небольшой прогресс то есть вы каждый день что-то новое для себя интересное делаете так то есть если вы каждый день что-то что-то новое практикуете экспериментируете то у вас это обязательно конвертируется в результат но есть люди если люди они есть среди нас обязательно куда уж куда уже без этого есть люди которым не подходит не подходит ни программирование не айти не тестирование не вот эти все вещи да вот так вот серьезно не подходит и как то есть вот как ну убираются то есть их нужно отчасти отчасти это пессимизм на часть это пессимизм типа они там все умные молодые талантливые я один там старые тупой и так дальше и как бы у меня ничего не получалось пойду-ка я наверное опять заниматься своим своим своей любимой доставкой там еще чем-то без проблем без проблем кто-то кто-то все-таки должен да кто-то должен заниматься и программирование тут должен заниматься своими вещами своими своими любимыми делами но лично для меня программирование вообще разработка очень интересная я этим занимаюсь давным-давно и вот сколько сколько я себя помню мне всегда были интересны компьютеры и были интересные программы и мне это нравится есть люди кто к нам пришел из разных специальностей и которые втянулись и которые втянулись причем возраст причем возраст совершенно не имеет какого-то значения я вам так даже скажу мы делаем bootcamp кстати вот вот в этом помещении мы занимаемся и она большая на то что еще и двухэтажный камп приезжала девушка женщина на прошлый bootcamp и так не знаю по виду 50 50 плюс и я и говорю типа вот нужно делать это другое 3 она сопротивляется сопротивляя вас там первый день я говорю ну чё ты как бы упираешься я вижу что сопротивляется чё ты делай вот как говорю вот делай просто вот это действие упражнения которые мы все делаем на bootcamp что мы занимаемся как раз вот поиском работы и все будет все будет все будет как надо вроде бы кое-как начала все делать все прекрасно там пишет пост в слайке что ребят спасибо вите даша все нашла работу замечательно все так хотела все получилось вот это один из вариантов то есть и возраст тут ни при чем то есть вариант с возрастом вообще я не принимаю вариант с полом вообще не принимаю меня даже противоположное есть мнение что девушки женщины себя недооценивают есть такой общий тренд который я заметил себя недооценивают мужчины могут может быть себя немножко переоценивают но на собеседовании вы должны выглядеть выглядеть уверенно неважно как вы себя дооцениваете не дооцениваете но на собеседовании вы должны выглядеть очень уверенно и прямо так позитивно чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений да тебя напишет виктор скажите пожалуйста минимальный набор знания программ которые необходимо знать для работы джуниором ну начнем с того что искать себе работу джуниор прям тупиковый вариант то есть если вы на себя навести бирку джуниор то вы на работу будете искать очень очень долго себя позиционировать джуниором по крайней мере в американской не стоит это это заведомо проигрышный вариант позиционируйте себя как угодно но не джуниором то есть ни в коем случае нельзя говорит ну я джуниор типа там возьмите меня как нибудь это не пойдет на минимальный набор знаний минимальный набор знания до диктую значит первое вы должны знать javascript вы должны знать фреймворк до какой-нибудь например например самая популярная сейчас библиотека для фронтенда это react так что javascript плюс react и вы и вы уже попадаете в желанную вот как бы желанную аудиторию для многих компаний компании хотят чтобы вы пришли знали react и знали джаваскрипт вот две две вещи вокруг которых крутятся все собеседование а и совсем забыл совсем забыл сказать что впереди всего этого впереди всего этого впереди знаний то есть еще личность а впереди всех знаний есть еще личность это вы и в начале с вами проводится беседование на то чтобы понять кто вы есть такой да то есть чтобы понять кто вы есть за человек это называется софт скиллы знакомо да ребят софт скиллы то есть софт скиллы это чтобы понять как вы общаетесь какие ваши взгляды на мир на жизнь и они хотят понять как вы впишетесь вообще в коллектив компании вот так давайте задавайте вопросы можете включать микрофон говорить ладно я читаю вопрос если нет возможности учиться по 6-8 часов в день если возможность разбить курс или брать касс классы по отдельности 6-8 часов в день учиться не обязательно и даже я не уверен что это очень эффективно я бы вам предположил лимитировать свой рабочий процесс тремя максимум четырьмя часами в день типа два часа утром два часа вечером так как когда вы себе лимитируете 8 часов день это работает это такая учеба типа 8 часов впереди я так могу делать что угодно вы знаете есть правило такое работа занимает все отпущенное время все отпущенное время снимает работа поэтому выделяете 8 часов делайте тот же сам объем за 8 часов выделяете два часа все то что планирую все что вы делали 8 часов вы делаете за два часа проверяю на себе именно так работает то есть два два три часа в день более чем достаточно для того чтобы развиваться если вы можете заниматься несколькими секциями под два часа утром потом позанимались там сделали какую-то домашнюю работу потом позанимались час и вечером еще час но строго лимитировано то есть вот час вы себе прям ставите будильник будильник начал тикать вы сели заниматься будильник зазвенил все вы закрыли все пошли заниматься другими делами обязательно нужно переключаться до помогаете ли вы с написанием резюме резюме мы за вас не пишем я считаю что написать резюме и отдать это студенту это самое худшее что может быть со стороны школы потому что потому что это я не согласен мы проводим занятия на на английском языке на английском языке по подготовке к интервью и на этих занятиях вы тренируетесь общаться вы тренируетесь рассказывать о себе и тренируетесь в самом самом презентации некоторые некоторые вопросы собеседование тоже рассматривать плюс я провожу занятия конкретно по интервью и по резюме тоже в рамках в рамках той программы они не очень частые где-то раз в месяц я провожу то занятие и резюме вы пишите сами резюме вы пишите сами мы даем все необходимое для того чтобы вы написали и примеры и ревью да так что дальше просто для бэкэнд разработки коймы язык будем учить если вы идете на курс по full stack то это будет джава скрипт если точнее этот тайп скрипт мы учим и джава скрипт и тайп скрипт это одно и то же тайп скрипт это надстройка над джава скриптом татьяна пишет извините хочу уточнить если нет опыта в программировании тогда как кем себя позиционировать чтобы получить первую работу в этой сфере спасибо тут дело в том что ваш ваше резюме и то что вы делали раньше это совершенно разные вещи ваше резюме это не ваша автобиография это не это не то что вы предоставляете его там учился в школе работал водителем потом там потом какие-то перерывы и так дальше и так дальше нет так резюме не делается резюме делается под конкретную пози точнее под под ваша под вашу специальность специализацию например вы идете как full stack разработчик поэтому вы готовите портфолио как full stack разработчик вы готовите все необходимые знания как full stack разработчик и проекты вот эти проекты в которых вы участвовали их нужно писать в резюме когда вы ну потому что мы как школа мы предоставляем эти проекты на которых студенты могут учиться на которых они могут практиковаться и получать все те знания все те процессы которые идут на обычном месте работы то есть когда вы приходите в офис вам дают задание и точно так же мы это делаем в проекте о том кем себя позиционировать себя нужно позиционировать так чтобы вы идеально подходили на ту вакансию на которую идете вопрос такой значит на full stack это будет только джава джава скрипт только джава скрипт джава скрипт то есть пайтона никакого ничего там не не джава отдельно ничего не будет у нас есть пайтон отдельно отдельно да но и там там есть бэкенд разработка на пайтон но если мы говорим про курс full stack там только джава скрипт и наш курс full stack а он идет в соотношении 70 к 30 70 фронт-энда 30 бэкэнда еще тогда такой вопрос то есть если курс пройдешь концу курса ты уже должен будешь точно решить что тебе ближе и ну то есть решить для себя фронт-энда или бэкэнда правильно да у нас есть один парень который учился на нашем курсе он не назывался раньше full stack дробили называлась просто как фронт-энд разработка и он понял что он хочет больше развиваться как там были у нас на проекте задания связанные с инфраструктурой серверами с обеспечением и так дальше их нужно их нужно было кому-то сделать вот он взялся изучить ему настолько понравилось что он стал теперь devops то есть по старому системный администратор ему понравилось и он ушел как бы занимается этим но он он знает и джава скрипт он все это знает понимает но сказал что ему намного интереснее ему нравится больше devops хорошо спасибо да это ближе связано к серверной части по поводу вопроса эльмиры сколько проектов будет сделано в портфолио один проект у нас есть несколько проектов вы можете себе хоть хоть на всех участвовать но вот я не уверен что вам хватит времени на всех участвовать что проект проект это фактически как компания в которой вы работаете мы да этот проект он может быть вы можете указывать его себе в резюме и так как вы на нем участвовали то вы можете использовать его в бэкграунд чеки и в референс чеки как долго длится курс спрашивает века так чтобы вы себя почувствовали уверенно чтобы вы могли искать работу вам нужно заниматься не менее пяти месяцев а лучше восемь включать микрофон напишите вопросы я готов отвечать но я уже отвечаю это пять месяцев получается теоретическая часть и три месяца практическая или как не мы не разделяем теорию от практики и как таковой теории почти нет нас на сообщение теории есть подготовка из джаваскрипт просто вот как джаваскрипт как язык программирования но там сразу же с первого занятия начинается практика на три части делится ваш курс каждая часть примерно поскольку длится по два но проект завершающая часть он длится от двух месяцев вы можете там быть два месяца вы можете там быть полтора года вот как некоторые ребята проекты в которых мы уже давно давно работаем туда новых особо не подключаем но вот те кто там есть мы с ними работаем долго больше больше полутора лет больше потому что потому что им это тоже интересно а у них есть основные работы на которых они делают какие-то какие-то вещи пишут код для каких-то своих компаний но но на основной работе не всегда интересно поэтому вот наши проекты они очень интересны так вика или рома это вика рома спрашивает сравнивая питон и джаваскрипт что легче у них немного разная область применения у джаваскрипта это фронт-энд бэкэнд большей частью фронт-энд у пайтона это бэкэнд и машин-лёрнинг машин-лёрнинг искусственный интеллект это вот туда бэкэнд и немножко игры немножко и джаваскрипт тоже немножко игры но это такое баловство до включайте микрофон спрашивать хорошо да я вам расскажу про модули по которым мы учимся первые первый месяц первый месяц мы с вами учим основы джаваскрипта прям вот самые самые прям азбуку ABC на втором месяце мы уже научимся из них составлять предложения и делать небольшие проектики совсем крокотульки вы их можете если захотите указывать в портфолио но это так после этого мы начинаем учить react и базовый react занимает два месяца за два месяца вы изучите react редакс сделаете своих три-четыре приложения и после этого мы подключаем вас к проекту проект это вы можете воспринимать так что вот вы учились в школе обычная общеобразовательной школе или в университете потом устроились на работу и попали в коллектив вот примерно такой переход это переход из из обычного курса в проект примерно примерно такие же ощущения на григорий спрашивают с полного нуля какой курс посоветуйте начать изучать javascript syntax у нас на сайте есть курс называется javascript syntax на нашем же сайте local coding не знаю если у вас есть на него ссылка я сейчас дам local coding скидываю ребята вам его в чат сюда видите да то есть я вам скинул сейчас и вот еще ссылка на youtube канал кто не подписался обязательно подписывайтесь потому что я там публикую видео про и про поиск работы и про вопросы и про кодинг и там есть интервью в общем все все про пройти про технологии у меня есть несколько видосов именно про интервью про про то как про то как искать решение если вдруг вы его не знали не знаете о том как проходит бэкграунд чек о том как проходит референс чек о том как как устроены устроенные собеседования и как как на них себя вести и кого ожидают компании увидеть что такое софт скиллы что такое хард скиллы и так дальше то есть много много всего полезного поэтому подписывайтесь нажимайте колокольчики чтобы узнавали когда что-то новое интересного также скорее всего завтра и послезавтра выйдет новое видео вот раз вот про девушку которая говорил которая нашла работу после общеобразовательной школы на работала официанткой тоже очень 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 так трогательно какой язык это тоже викорома спрашивает какой язык более востребованный на работе да да какой язык не выучишь все будет востребованы три языка javascript java python вот три языка если ты три из них если ты три выучишь а ты не знаешь ты будешь более востребован нужно взять один и этот один приготовить так чтобы он был идеальный а то есть любую любой один но хорошо это это важно но по моим наблюдениям на фронт-энд порог входа ниже чем на бэкэнд отсюда вывод лучше заходить с фронт-энда и очень большая потребность в фронт-энд разработчик да пишите вопросы у нас еще пять минут так что есть пять минут можете спрашивать можете писать вопросы в чат можете включить микрофон как хотите версткой кутер заниматься верстку мы делаем но мы используем подход либо используем css фреймворки либо набор набор компонентов верстка есть но она не занимает большого места она есть но не не так чтобы прям вот только только сидим верстаем она будет она будет css обязательно подготавливаете лик алгоритмом для интервью на самом курсе мы этому уделяем немного времени потому что мы сделали мы сделали в локал кодинге ссылку на которой скинул мы сделали курс называется java script practice и там несколько сотен там несколько сотен алгоритмических задач как раз для того чтобы вы потренировались то делать сейчас вам скажу сколько сколько точно там там 895 895 задач в этом курсе но считать 900 900 задач и вопросы к ним поэтому если вы его пройдете его прохождение она вы можете его сами проходить то это будет огромный плюс вам так в какие дни в какое время занятия какова длительность занятие по джаваскрипту это вторник четверг первый и второй уровень тоже вторник четверг джаваскрипта реакт он идет у нас понедельник пятница понедельник пятница и в субботу есть еще одно занятие утром на проекте на проекте мы встречаемся каждый день в 1130 по калифорнии на стендап и и в среду и субботу тоже два больших занятия длинные занятия на весь вечер на все утро так спасибо за просто тесты фронт-энд бэкэнд ты спрашиваешь типа тестер фронт-энд или бэкэнд если выбирать между тремя то либо тестировщик либо фронт-энд то есть если так да после обучения перед выходом на маркет резюме должно быть с опытом работы если да то сколько лет опыта резюме обязательно должно быть с опытом работы это может быть проект то может все что угодно но вариант типа только что закончил курсы или просмотрел что-то и типа вот я готов возьмите меня не возьмут не возьмут вообще даже за еду даже даже бесплатно не берут нет возьмут взять на интершип но вы должны быть либо студентом только-только после колледжа либо школьник вот тогда да весь смысл если смысл а вот кому же двадцать девять тридцать плюс то вы на интершип по джуниор вообще не подходит записи уроков домашнее задание если пропустил занятие предоставляете да записи занятия есть в local кодинге 2 вас добавят вас там будет ссылка на свою группу будете видеть что у вас есть сколько лет указывать да сколько не жалко сколько хотите без вообще без без каких-либо на то есть вы смотрите по как как проще понять что вы должны себя представлять вы смотрите вакансии вы смотрите вакансии и смотрите их к ожидания компании и вы должны быть тем кого ожидает компания я проводил множество собеседований со стороны компании я могу точно сказать что вот все что я вам говорю если вы это будете делать у вас все будет нормально все эти внутренние ваши терзания переживания и так дальше нет отвечаем следующий вопрос виталия о компании какие указывают любые нет ни в коем случае ни в коем случае не указывать компанию в которых у вас работает тетя или дядя вы можете указать либо проект над которым вы работали у нас либо указать вашу собственную компанию если она у вас есть либо ту компанию директор который у ваш лучший друг ну или просто друг приятель указывать компанию в которой работает ваша дядя тетя или там сын маминой подруги то не надо это делать это очень очень плохая практика ни в коем случае так не делайте уже уже я уже сколько раз повторяю ребятам что так делать нельзя но кто-то дергает указать какой-нибудь google или там еще какую-нибудь мне одна из наших студента которая приезжала на bootcamp на не она не училась нас просто приезжала на bootcamp из другой школы она говорит что получилась какой-то школе и там преподаватель работу в какой-то компании то ли циска то ли чё то еще какая-то медицинская это страховая компания могут типа указывайте ее они указали потом они устроились на работу наступает бэкграунд чеками спрашивают а что мне делать ну этого делать нельзя было сразу то есть человек который вам такое рекомендует он понятно может быть там он не со зла это делает но хорошего от этого мало поэтому компании нужно указывать только те которые вы полностью контролируете я надеюсь намек понятен я прямым текстом говорил так вопросы хорошо какое время занятия занятия в основном в вечернее время по американскому по американским часовым поясам то есть удобно тем кто подключается с сан-франциско удобно тем кто подключается с нью-йорка и в субботу мы занимаемся еще утром вот так субботу есть еще утреннее занятие тоже опять же по нью-йорку по нью-йорку по сан-франциско всем всем удобно подключаться по калифорнии субботнее занятие 830 утра можно даже так сказать что мы стараемся сделать так чтобы у вас было чтобы вас все дни были заняты но чтобы каждый день могли чем-то заниматься но чтобы в течение недели переходя с одного модуля на другой вы были загружены на два-три дня чтобы вас еще оставалось время на домашнюю работу чтобы вас еще оставалось время на самоподготовку то есть мы не грузим вас так чтобы вы не могли поднять головы но так чтобы вы у вас если вы хотите больше брать заданий то пожалуйста мы вас загрузим больше если у вас время только на два два раза в неделю мы загрузим вас только на два раза в неделю галсан спрашивает то есть если нет опыта вообще никакого в смежной сфере и нет компании которые могу контролировать какой опыт в таком случае указать работа в проекте только работа в проекте ну есть еще варианты если еще вариант но об этом но об этом позже когда когда уже зайдет когда дойдет время написания резюме вы все равно резюме не будете писать в первый месяц во второе в третье да уже уже можно начинать да все все решаем все решаемое если все если делать постепенно все время без без пешки ребята если есть вопросы включайте спрашивайте если нет то будем завершать нашу торжественную встречу хорошо хорошо тогда сделаем таким образом я скинул вам в внутренний канал я вам скинул наш внутренний чат ссылки на youtube канал скинул ссылку на куда куда-то на local coding кто-то не зарегистрировался зарегистрируйтесь и будем с вами на связи будем с вами на связи все ребят на сегодня все всем пока думайте если вам нужна будет помощь консультация так дальше пишите девушкам которые вас приглашали лилия марина даша и то есть да в общем им пишите они вас проведут уже дальше всем пока